Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.бз Еще зашла к вам на пару минут. Я нашла, где установить телефон. Поэтому у меня руки свободны. Я ни к чему не готовлюсь. Ну как бы я сушу волосы. У меня вот здесь расчесочка. И я их расчесываю, сушу естественным путем. Потому что, ну просто, почему бы и нет, никуда не спешу, чтобы не пользоваться феном в лишний раз. Поэтому пока жду. Я, конечно, стараюсь не делить людей на лучших и худших подруг или просто друзей. Ну как бы да. И я как бы встаю здесь. Мои волосы раз в два дня. Но иногда раз в три дня и уже на третий день я выгляжу очень плохо. На лабутенах мне написали. Любимый бренд сумочек. Мне нравятся сумки Шанель. Шанель. Но я не могу себе позволить. В принципе, я сумки Шанель. Поэтому у меня сейчас Майкл Корс, Фурла. Вот такие у меня. Гэс. Ну, я их сушу. Поэтому я их, наверное, расчесываю. Да, ладно. Стоять мне, как оказалось, тоже не очень удобно. Ты для трансляции красилась или всегда так дома? Ну, во-первых, я же собираюсь уходить. Да, я красилась для трансляции. Я, конечно же, иногда бываю. Чересчур. Странно в своих поступках. Но это, по-моему, too much. Как? По-моему, не могу его прочитать. Да, видела. Мне очень нравится. Но у нас в Киеве его нет. И мне очень нравится там одна модель сумки. И она еще выпущена в нескольких цветах. И я прям очень хочу себе заказать через байера какого-то. И если я поняла те сумки... Ну, они дорогие. Я не знаю про то, мы говорим с вами или нет. Ну, как дорогие? По-моему, точно не дешевле Фурлы. Долларов 400 стоит сумка. Кузька, привет. Грудь не покажу. Нет груди. Видите, о каком я вообще наряде? Я в пижаме. Нет, меня красит визажист каждый день. В океане есть магазин. Странно, вряд ли. Походу, мы с вами... Я немножко вас неправильно поняла. Я бы чуть про другие сумочки говорю. Так, я бы тебя заблокировала, но у меня просто упадет мой этот держатель. На губах вроде ничего, просто бальзам. Много негатива. От меня? Вы что, у меня нет от меня? На фу... Не знаю. Мне кажется, мы все-таки с вами говорим не об одном и том же бренде. Может быть, вы подумали об одном. Ну, короче, я посмотрю в любом случае, если что. Да, на заочке учусь в магистратуре. Думала, что попробую, что такое заочка. Пойти на магистратуру. И думаю, один год проучусь на заочке, потом перейду на дневной. То есть я всегда успею. Вот. И как бы не хочу. Не хочу возвращаться в дверь. Мои девочки, которые остались на дневном, они туда не ходят практически. Вообще на пары не ходят. И... Ну, как-то так. Как-то магистратура это... Блин, каких-то много извращенцев, но я не успею блокировать. В аптеке таблетки. В интернете вы можете позвонить в справочник аптеки, узнать, есть ли таблетки в наличии. Так, хочу этот фильм посмотреть. Вот песня играет, саундтрек к нему. Про... Про царелы каких-то. Визаж. Да я и так все умею. Зачем мне заниматься? Блин. А, не могу его заблокировать, не успеваю. Не успеваю. Не успеваю. Ну, я не хочу зарабатывать на визаже. Если я захочу зарабатывать на визаже, я буду... Большие ценники указывать, кто не будет пользоваться моим визажем. Потому что меня не устроит за 500 гривен красить кого-то. Губы как будто до сих пор сделаны. Нет. И когда у меня губы были сделаны, все равно не было видно. Они у меня не были вареников. Сейчас у меня свои губы на все 100%. Так, этого заблокировала. И этого заблокировала. Ну, у меня всегда были такие губы. Всегда. Ну, как бы, когда они накрашены карандашом, они кажутся больше, когда обычные меньше. Ну, я не знаю, заметили вы или нет, но у меня очень хороший контур губ. То есть у меня они вот здесь беленькие вверху. И вот эта беленькая мне помогает. Если раньше я очень глупила, там фотки сравнивают мои старые, и я закрашивала губы тоналкой, то есть у меня губы вот эта беленькая срасталась с губами, у меня губы казались меньше. Сейчас я, наоборот, крашу, у меня губы больше, кажется. Ну, в общем, это такая тема, как бы, с этими губами. У меня сейчас косметолог моя говорит, что все, наоборот, уменьшают губы. Сейчас такая тенденция, все убирают губы. Никто их не колет. Это бред. Зачем делала? Не знаю, я сама себя спрашивала прямо на второй день, зачем. Ну, я просто, можно сказать, что не делала. Если бы вы знали все, как это происходило, сколько... Ну, то есть, или девочки, которые реально делают губы, они бы даже посмеялись с того, что я там делала. Ну, как бы, факт остается фактом. Я же не буду там уточнять, что тот миллиметраж, который я делала для девочек с маленькими губами, даже не то, что даже она не заметит, что она что-то уколола. Ну, не важно. Все все равно знают только свою... Что, что, что? Нет, я не делала Арину. У меня губы от природы красивые, у меня тоже губы от природы. Ничего. Да, 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 но опять. Самый легкий гель, Ювидерм Смайл. Поэтому вы должны меня понимать, что, ну, те, кто в курсе, те, кто в теме, не те, кто говорят ботекс в губах, что даже на тот момент, несмотря на то, что я все равно испортила свой внешний вид этим всем, это все равно очень незначительно все было. Мне ее лоб нравится. Мой лоб, большой лоб. У меня очень высокий лоб. У меня многие пишут об этом. Такое ощущение, что я могу его изменить. И ладно, если бы там написали, ты толстая. Да, действительно, это в силах человека похудеть, преобразить свою фигуру. Но нельзя увеличить или уменьшить рост. Нельзя увеличить, уменьшить лоб. Это такие моменты, с которыми человек родился. И как бы писать о том, что указывать на эти его недостатки, это не то, что как бы некорректно. Это просто как-то аморально, как по мне. Поэтому реплик стараюсь избегать, на самом деле, и заменять их просто более доступными для себя брендами. Потому что хорошие реплики, если вы в курсе, стоят дофига денег. Очень дорого стоят реплики. Ну, нормальные. Я не имею в виду какие-то китайские шарпотреб. Поэтому смысл, если можно, вместо того, чтобы купить реплику, купить себе хорошую сумку, доступного для тебя бренда. Это всегда будет в приоритете у меня. Чьи стихи почитать? Почитай Асадова, почитай... Мне, кстати, подарили недавно сборник Асадова. Ногти нет у меня. Вообще, беда печаль с ногтями. Всё, у меня садится батарея. Ладно, я ухожу, ребят. Эту трансляцию я, наверное, удалю, потому что здесь было много дегатива, и она вообще какая-то была немножко спонтанная и странная. Кстати, к вопросу о том, как я делаю такой объём. Я просто вот так вот руками заерошиваю перед фоткой, и у меня появляется объём. Спасибо большое! Мне очень-очень-очень приятно слышать ваши комплименты. Я прям, не знаю... Ну, очень мне приятно и очень неловко слышать, особенно и читать комментарии, которые... Которых, по своему личному мнению, мне кажется, я даже не заслуживаю таких слов от вас. Поэтому я вам очень сильно от души благодарна. Прям такой у меня... Для жирной кожи я не могу посоветовать, потому что у меня кожа сухая, и у меня тоналки очень лёгкие, флюидные, и лично я хочу попробовать тоналку Bobby Brown. Вот как только куплю, сразу на своей второй странице напишу отзыв. Капец, очень-очень красивая. Ну, спасибо! Мне очень ловко. Я когда слышу такие комплименты, я сразу смещаюсь, у меня включается дурацкая улыбка. И... Короче. Нет, волосы у меня не нарощенные, нет. Я не знаю, как доказать, но смотрите. Пожалуйста, не нарощенные у меня волосы. Свои. Свои. Ну, короче, да. Вот так. Свои, но они у меня не густые, обычные. Длинные, не особо, ну, такие, нормальные. Просто не стригу волосы, на самом деле. Вот. Поэтому всё, ребятки, я хожу. Всем спасибо за просмотр.